Праздновать День Печати журналисты Чувашия начали не так давно. Закон о его учреждении был подписан в 2000 году. Размах нынешнего торжества оценили мои коллеги Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Раз в году журналисты республики свои блокноты, камеры и микрофоны меняют на изящные наряды и хорошее настроение. Профессиональный праздник чувашских СМИ зародился ровно 13 лет назад. Цифра, хоть и считается несчастливой, но пишущие братья полна оптимизма. С каждым годом их фантазия не иссякает. Торжественные мероприятия становятся все эффектнее. Праздновать День Печати журналисты Песня не так давно. Телерод-компания Такими их не видел еще никто. Национальная телерод-компания на несколько часов образовала свой национальный хор. Ведущие, корреспонденты, операторы и даже водитель. Они и словом блеснут в эфире, но и станцуют, и споют на отлично. Удивить почетных гостей на праздники прессы пытались все. Кто-то новыми книгами, кто-то мобильными разработками. В этот раз в фойе Чувашского драмтеатра развернулась необычная выставка. Рядом со стендами газет здесь заработал и настоящий телевизионный комплекс. У нас в студии глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев и министр информационной политики и массовой коммуникации Валентина Владимировна Андреева. Что бы вы хотели пожелать всем средствам массовой информации в наши профессиональные праздники? Я желаю, чтобы все журналисты были свободны и независимы. Чтобы не была только одна зависимость. Зависимость от собственного зрителя, читателя, служителя. Прошедший год был богат знаменательными событиями. В республике появилось министерство, курирующее информационную политику. Зародилась новая радиостанция. Многие СМИ пополнили свои копилки престижными призами. В День печати тоже поощряли лучших из лучших. За плодотворный труд во благо региона медаль Ордена за заслуги перед республикой вручили автору и ведущей передачи «Бумеранг» Наталье Володиной. Одна из почетных наград этого дня – премия имени Семена Ильгера. Ее 72-м обладателем стал обозреватель республиканской газеты Лев Васильев. Удачу журналисту принесла серия статей о знаменательных и загадочных местах республики. В каждом материале он пытался открыть для читателей интересные подробности. Я из той серии, у меня 32 публикации в этом году было опубликовано, мне, например, запомнилась «Пугачевская башня». Это вот о знаменитой башне в городе Цивильск, которая вроде бы никаким боком не относится к Пугачеву, но вот именно названа «Пугачевской башней». В адрес ветерана чувашской журналистики Ивана Тенишева звучали особые слова благодарности. Часто День печати совпадает и с его днем рождения. На его пути было много тернистых дорог. Статьи он писал еще будучи фронтовиком. Сейчас все премудрости профессии передает студентам чувашского журфака. Журналистами люди становятся по призванию. Чтобы стать журналистом, нужно выходить, тяга нужна. Семейство республиканских СМИ с каждым годом пополняется. День печати общий для всех. Сотрудники газет, радиостанций, телеканалов и даже интернет-провайдеров. Их цель схожая – вписывать в страницу чувашской истории новые подробности для будущих потомков. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.